Разговор шестой о том же. Знай себя. Лица те же. Друг. Земля, 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 слушай слово Господнее. Филон. Не слышу. Друг. Для чего? Лука. Кто может взойти на небо, разве сошедший с небес? Кто может слышать слово Божие, если не будет Бог в нем? Свет видится тогда, когда свет в очах есть. Через стену пролазит тогда, когда Бог вождем есть. Но когда сила в оке опорчена, лучше сказать, когда сила от ока отступила, и селения своего во веществе его не имеет, в то время никоего ока различия меж тьмою и светом не находит. Клеопа. Но не может ли Бог мертвого живым, а, видимо, невидимым сделать? Ей есть время и теперь воскреснуть. Может искра Божия упасть на темную бездну сердца нашего и вдруг озарить? Уверуем только, что Бог есть во плоти человеческой. Есть подлинно Он во плоти видимой нашей. Не веществен во вещественной. Вечный в тленной. Один в каждом из нас и цел во всяком. Бог во плоти и плоть в Боге, но не плоть Богом, ни же Бог плотью. Ах, зерно горчичное, вера, страх и любовь Божия, зерно правды и царствия его. Чувствую, что тайно падаешь на земное мое сердце, как дождь на руно. О, дабы не поклевали тебя воздушные птицы. Филон. Вспомним теперь с Давидом вечные лета и поучимся в них. Клиопа. Кому или чему поучиться? Филон. Вечности поучимся. Кому подобен истинный человек? Господь наш во плоти, друг. Подобен доброму и полному колусу пшеничному. Рассуди теперь. Стебло ли с ветвями? Постой. Не то колос. Колос все заключает в себе. Ость ли на колосе? Она ли есть колос? На колосе ость. Правда, и в колосе ость. Но не колосом ость. Не она есть колос. Что же есть колос? Колос есть самая сила, в которой стебло со своими ветвями и ость с половую заключается. Не в зерне ли все сие закрылось? И не весной ли выходит все сие, переменив зеленую вместо желтой и ветхой одежды? Не невидима ли сила зерна? Так, оно в то время действует, когда вся внешность уже на нем согнила, дабы не приписал, кто нового, плододействия мертвой и нечувственной земле, то есть гниющей внешности. Но вся бы слава отдана была невидимому богу, тайную свою десницей, все действующему, дабы он один во всем был глава, и вся внешность пятую и хвостом. Филон. Теперь мне в колосе показывается то, что по сей время не видно было. Клеопа. Лучше скажи, что ты в нем один хвост видел. Друг. Пускай же сия в колосе новость называется рост. Господь Бог прирастил его нам. Лука. Ну как мы с поля перешли в сад? Взгляните, чем нас приветствует беседки сей человек. Филон. Сию икону написал мой друг живописец. Клеопа. Куда мне нравится? Из-за черного облака луч касается головы его. Но что за слова в луче? Они вместе с лучом с высоты снисходят в облитую цветом голову его. Прочитай, Лука. Ты из числа книгачеев. Лука. Образ пророка Исаии. В луче написаны сей слова. Вазапий. Клеопа. Но что за слова из уст его исходят? Лука. Знаете слова? Всяка плоть сена и всяка слава человека, как цвет травный. Филон. А что же написано на бумажке, которая в его руках? Лука. Знаю. Слово же Бога нашего пребывает вовеки. Друг. Видите ли исписанную бумажку? Клеопа. Мы двое с Филоном столько уже лет, около одного земледельства, упражняемся. А колос недавно усмотрели. Что же касается бумажек, да еще прочих. Спрашиваю Луку. Его это дело. Лука. Ты видишь в руках прочих... Лука. Ты видишь в руках пророчих бумажку, но знай, что видишь дело весьма малое, весьма великое. Сей блаженный старик легко держит в правой руке то дело, в коем всегда везде все содержится. Рассуди, что самооткровение, светомозренный старец, в его состоит руке. Носимым носится и держится у себя держимым. Смотрел ты на колос? Посмотри теперь на человека и узнай его. Видел ли ты в колосе зерно? А теперь взгляни на семя Аврамова. Да тут же и на твое. Видел ты в колосе солому с половою. Посмотришь и на траву, тленной твоей плоти, с пустым доселе цветом пепельных твоих рассуждений. Усмотрел ты в колосе то, чего прежде не видывал. Теперь узнавай в человеке то, что для тебя видно не было. Видя колос, не видел его и не знал человека, зная его. Но что показалось тебе в колосе напоследок, то не было от плоти, но от Бога. Поднимешь от земли мысли твои и разуме человека, себе от Бога рожденного, а не сотворенного в последнее житие время. Усмотрел ты в колосе новый рост, столь сильный, что для всей соломы с половой сделался он головой и убежищем. Познай же в себе нового Иосифа, значит, приращение, нового пастыря, отца и кормителя нашего. В пшеничном зерне приметил ты легонькую внешность, в которой закрылась тайная действительность невидимого Бога. Взгляни же теперь на глагол Божий, пророчию бумажкою, как легоньким облаком прикрытый. Силу зерна умным ты оком увидел. Открой же око веры и увидишь в себе тоже силу Божию, десницу Божию. Закон Божий, глагол Божий, Слово Божие, Царство и Власть Божию, тайную, невидимую, а узнав сына, узнаешь и отца его. Дряхлая на колосе солома не боится гибели. Она как из зерна вышла, так опять в зерне закроется, которая, хотя по внешней кожице согниет, но сила его вечно. Чего ж ты трепещешь? Трава и плоть, дерзай, не бойся. Ты уже видишь в себе десницу Божию, которая тебя как же, так же бережет, как пшеничную солому. Или не веришь? Если так, тогда бойся, нет надежды. Вся плоть гибнет. Где деваться? Бегишь с Давидом в дом Господень или с Иеремию в его ж дворы. Раскрой же сердце твое для принятия веры и для объятия того человека, который отцу своему вместо десницы и вместо силы его есть во веки веков. Слушай, что отец его через него ж самого и в нем и к нам говорит. Слушай же, положу слова мои в уста твои и под сенью руки мои покрою тебя. А какой рукою? Ею же поставил небо и основал землю. Слышишь ли? Сколь сильное зерно в тебе. Небо сие видимое, и земля в нем закрывается. И тебе ли семя сие сберечь не сильно будет? Ах, пожалуй, будь уверен, что из самой нечувственной головы твой волос, наличность одну твою потерявши, в нем без всякого вреда закроется, сохранится, ублажится. Скажи с Павлом. Знаю человека. Нашел я человека. Обрел Мессию, не плотского кумира, но истина Божьего, во плоти мое человека. Насилу я нашел его в траве, в тени моей, в остаток дней моих. Семя благословенное, спасение всей наличности моей, свет откровения слепому языку. Насилу я был во тьме, и в грязи я был, то есть сердце мое, ел и насыщался землею. А теперь от уз ее меня отпускаешь, убив семя ее во мне, пустую пяту наблюдающая. А вместо него вовеки ты во мне воцарился, открыв мне небо новое и тебя, сидящего на месте десницы Отца Небесного. Будь же мне теперь мир в силе твоей и спокойствия. Будь мне теперь суббота благословенная. Вынесли меня крылья голубиные из земли бездны и почию. Чего ж больше скорбеть тебе, душа моя? Зачем тебе теперь беспокоить меня? Познала ты уже в себе человека, и сила его бесконечна. Уповай же на него, если узнала его, и точно знаешь его. Он муж твой, он глава твоя в тебе, под видом твоей плоти и крови. Спасение лица всего твоего и Бог твой. Разговор седьмой об истинном человеке или о воскресении. Беседующие персоны. Старец Памва, Антон, Квадрат, Друг и прочее. Друг. Слушай, Памва, куда долго учишься? Уже ли ты научился Давидову псалму? Памва. Да, я только один псалом умею. Друг. Один? Памва. Одним один. Друг. Какой псалом? Памва. А вот он. Сказал, сохраню пути мои. А больше мне не надобно. Я уж устам моим сыскал затвор и заложил. Антон. Самая правда. Язык все тело обращает и всему голова есть. Квадрат. Ах, Памва, блажен ты, если не согрешаешь языком твоим. Сколь горячо сего от Бога себе просят Давид и Сирахов сын. Лука. А прежде, о чем ты говорил, Памва? Ведь ты и прежде имел язык. Памва. Я уже древнему моему языку положил печать. Антон. А кто тебе его запечатал? Памва. Кто может запереть бездну, кроме Бога? Лука. Не худо называешь язык бездную, потому что и Давид языку, листивому, дает имя потопных слов. Потоп и бездна – все одно. Квадрат. Я слыхал, что и разум премудрого потопом у Сирахова сына называется. Друг. Речь какая-либо не иной, что есть, как река, а язык есть источник ее. Но если уже тебя, Памва, Господь от языка непреподобного избавил, тогда видно, что вместо листивого дарил тебе язык Давидов, весь день правде Божией получающейся. Силу его всему роду грядущему возвещающей. Квадрат. Самая правда. Кто может говорить о белости, чтобы ему не была знакома черность, а один вкус чувствует горькое и сладкое? Если кому открыл Господь узнать язык листивый, таков друг узнать может праведные уста, получающиеся при мудрости. Антон. Что такое? Вы насказали чудное. Разве не разумеет и старого языка тот, кто не знает нового? Памва. Без сомнения. В то время покажется старое, когда уразумеешь новое. Где ты видал, чтобы кто разумел тьму, не видав никогда света? Может ли Крот, скажи, пожалуйста, сказать тебе, где тень, а где ночь? Антон. Если Крот не может, тогда может сказать человек. Памва. Может ли слепой усмотреть и тебе показать на портрете краску белую? Антон. Не может. Памва. Зачем? Антон. Затем, что он не видел и не знает черной. А если бы он хоть одну из противных между собой красок мог уразуметь, в то же мгновение мог бы понять и другую. Памва. Вот так же и тут. Тот понимает юность, кто разумеет старость. Антон. Довольно надевиться не могу, если всяк человек так родится, что не может из всего понять. Что такое есть старость и юность, если не будет другой, раз свыше рожден? Памва. Свет открывает все то, что нам во тьме несколько болванело. Так и Бог один все нам истину освещает. В то время усматриваем пустую мечту. Усмотрев истину и уразумев юность, понимаем старость. Земляной человек думает про себя, что понимает будто. Ну мало ли, младенец видит в потемках. Оттого не бывало. Но воссиявший свет все привидение уничтожает. Не всякому ли знакомы сей слова? Время. Жизнь. Смерть. Любовь. Любовь. Мысль. Душа. Страсть. Совесть. Благодать. Вечность. Нам кажется, что разумеем. Но если кого о изъяснении спросить, тогда всяк задумается. Кто может объяснить, что значит время, если не проникнет божественную высоту? Время, жизнь и все прочее в Боге содержится. Кто может разуметь что-либо о всех видимых и невидимых тварей, не разумея того, кто всему глава и основание? Начало премудрости – разуметь Господа. Если кто не знает Господа, подобен узникам, поверженным в темницу. Таков что может понять во тьме? Главнейший и начальнейший премудрости пункт – есть знание о Боге. Не вижу Его, но знаю и верую, что Он есть. А если верую, тогда и боюсь. Боюсь, чтоб не разгневать Его. Ищу, что такое благоугодно Ему. Вот любовь. Знание Божие, вера, страх и любление Господа – одна-то есть цепь. Знание в вере, вера в страхе. Страх в любви. Любовь в исполнении заповедей. А соблюдение заповедей – в любви к ближнему. Любовь же не завидует и прочее. Итак, если хочешь что-либо познать и уразуметь, должно прежде взойти на гору ведения Божия. Там-то ты, просвещен тайными божества лучами, уразумеешь, что захочешь не только юность орлюю, обветшающую старость Теризу, но и ветхая из ветхих и небеса небес. Но кто нас выведет из преисподнего рова, кто возведет на гору Господню? Где ты, Свет наш, Иисус Христос? Ты один говоришь истину в сердце твоем. Слово твое истина есть. Евангелие твое есть, зажженный фонарь, а ты в нем сам Свет. Вот единственное средство к избежанию обмана и тьмы незнания. Вот дом Давидов, в котором судейский престол всякую ложь решит и режет. О чем ты, Антон, знать хочешь? Ищи всех возлюбленных селениях, если не сыщешь входа в один чертог, постучи в другой, в десятый, в сотый, в тысячный, в десятитысячный. Сей Божий дом снаружи кажется скотской пещерою, но внутри Дева родит Того, Которого ангелы поют непрестанно. В сравнении сей премудрости, все мудрости света не иной, что суть, как арабские ухищрения. Сей дом воровским образом не входи, ищи дверей и стучи, поколь не отворят. Недостоин будешь входа, если что в свете предпочтешь Божией сей горе. Не впускай здесь никого с одной половиной сердца. А если насильно продерешься, в горшую тьму выброшен будешь. Сколь горел Давид любовью к всему дому, желал и истоевал от желания дворов господних. Знал он, что никоим образом нельзя выбраться из начала родной безумия человеческой тьмы, разве через сии ворота. Знал он, что все заблудились от самого материнского чрева. И хотя говорили, сей дверь, вот путь, однако все лгали. Знал он, что никакая птица и никакая мудрость человеческая, сколь она быстра, не в силе вынести его из пропасти, кроме сей чистой голубицы. Для того из нетерпеливости кричит, кто даст мне крылья. Да чтобы они таковы были, каковы имеют себя голубица, то есть посребрены, а между связью крыльев блистало бы золото. А если не так, то не надо б на для меня никаких летаний, сколь они не быстропарны. Сей это не скверною голубкою, он столь усладился, столь ей пленился, что как Магдалина при гробе всегда сидел у окошка своей возлюбленной. Просил и докучал, чтоб отворила для него дверь, чтоб окончила его страдания, чтобы разбила мглу и мятеж внутренний. Встань, говорит, с плачем, слава моя, встань ты, сладчайшая моя, десятиструнная псалтирь и гусли сладкозвучные. Если ты только встанешь, то я и сам тотчас встану, а встану рано, поднимуся на свет, долго ли мне во тьме жить, когда приду и явлюся лицу Божию, кто кроме тебя, окраснейшая всех дочерей? В мире Дева, кто воведет меня, в оград утвержден, твоими только дверьми и одним только своим следом привестися могут к Царю Небесному Девы, если с тобою имеют тружество. Не без пользы же трудился Давид, с каким восторгом кричит, а отворите мне врата правды, исповедую тебя, чтобы услышал меня ты. Сей день возрадуемся и возвеселимся, Бог Господь и явился нам. Призвал я Господа и услышал меня в пространстве. Что теперь сотворит мне человек? Ничего не боюсь. Широк вильме стал Давид. Вылетел из сетей и преисподних теснот на свободу духа. Исчезла вдруг вся тьма. Где не шел, везде свет. Куда пойду от твоего духа? А крылотел Давид, боится, любит, удивляется, от места на место перелетает, все видит, все разумеет, видя того, в которого руке свет и тьма. Квадрат. Правда, что верно и ревностно возлюбленный Давид свою любезнейшую любит. Ей это он, думаю, называет матерью, сионом, дочерью, царицей, золото одетую и приукрашенную, колесницей Божией, царством живых людей, жилищем всех веселящихся и прочее. Едино просит от Господа, чтобы жить в доме всем Божием, на месте покрова сего придивного, где глаз радующихся и шум празднующих. А впрочем, ничего ни на небесах, ни на земле не желает, кроме сей чаши, наполненной благочастием, кроме сей дочери царской, которой вся красота внутри ее сокрывается и сокрылась. И столь сиеврата сионские и путь сей ведущий его к знанию Господа, люб ему был, что над нем так наслаждался, как во всяком роде богатство. Что-либо в нем говорится, все то называем чудным и преславным, от общенародного мнения вовсе отличным. Тут-то его жертва, пение и покой душевный, пристанище хотения. Ах, покой душевный, сколь ты редок, сколь дорог, здесь-то он закрывается в тайне лица Божия от мятежа человеческого и от пререкания языков. Сие есть от всех световых мнений, противных Божией премудрости, называемой от него благолепием Дома Господнего. Камнем прибежище для перестраненных грешников, о коих пишется, бежит нечестивый, никей негонимый. Антон Без сомнения ж все каменные возводит он же очи свои горы, надеясь от них помощи. Квадрат Известно, что грешник, как только почувствовал опасность своего пути, бежит, как гонимый заяц, к сим горам, находясь в замешательстве бедных своих рассуждений, которые ему прежде весьма казались правильными. Но когда из Божьих гор блеснувший свет на лицо ему покажет его прельщение, в то время весь свой путь сам уничтожает так, как случилось Павлу, едущему в Дамаск. И всей той силе говорит Давид, просвещаешь дивно от гор вечных. Смутились все неразумные сердцем. Кому ж цей свет не был бы любезен, если бы мы хоть мало его вкусили? О кеот света, святой славы Отца Небесного, конечно, твое блистание несносное очам нашим, ко тьме привыкшим, а то бы мы непременно сна очам нашим не дали, пока бы дверь открылась, дабы можно увидеть, где селение свое имеет Бог Иаковлев, где царствие и правда его, где начало, глава и счастье наше, дабы можно и о нас сказать. Им же отворилися очи и познали его, и тот невидим был им, или сие, пришли же и увидели, где жил, и у него прибыли день тот. Антон, как же ты говорил прежде, что священное Писание возводит на гору познание Божие, а ныне оно называешь горою? Квадрат. Оно у Давида называется гора Божия. Так разве тебе удивительно то, что горой восходим на гору? Если путь ведет из-за рова на гору, то, конечно, первая его часть есть низкая, а последняя высокая столько, сколько гора, на которую конец дороги поднимается. То же видеть можно и на лестнице, к высокому месту приставленной, а на дольней своей частью дольних или долинных жителей принимает, а гор не возносит на высоту. По сей же причине и крыльями называется и дверьми, и пределом, или границей, пристанью, песком или брегом, море ограничившим и стеною. Антон. Для чего стеною и пределом называется? Квадрат. Разве мало сего вводится, что стена грань делает, разделяя наше собственное от чуждого, а сия богосозданная стена, как не может назваться пределом, когда она граничит между светом и между чужестранной тьмою? Сия стена имеет темную сторону, ту, которая смотрит ко тьме, но сторона ее, к востоку обращенная, есть внутренняя и вся светом Вышнего Бога позлощенная, так что если темный житель приходит к ее дверям изнаружи темным, не видит никакой красы и отходит назад, бродя во мраке, Когда же уверится и паче чаяния откроются двери, в то время светом воскресенья облиставшийся, закричит с Давидом, исповедуюсь о тебе, ибо страшно ты удивился. Не сие, но дом Божий, а сие врата небесные. Антон. Посему она подобна луне, когда луна меж солнцем и землею, в то время один полукруг ее темный, а тот, что к солнцу светлый. Квадрат. Сия посредственница, похожа и на мост, делающий сообщение между Богом и смертными. Антон. Если сие чудный мост переводит смертных в живот, то достойно и праведно называться может воскресением. Квадрат. Ах, сия-то голубица точно есть воскресением мертвых человеков, а на нас, спадших от горы долу, поставляет опять на той же горе. Лука. И я сему согласен. Сие слово, воскресение, в греческом и римских языках, значит, кажется то, если падшего поставить опять на ноги. Кроме того, я слыхал, что голубица по-еврейски иона. Да и Бог явно говорит и Еремии, что поставит его опять на ноги, если будет ему послушан. И как в священном писании весьма бедственное состояние значит сие слово сидеть, так напротив того стоять есть то быть в точном благополучии. А как несчастное дело есть сидеть и быть колодником в темнице, так еще хуже быть в компании тех, коих Павел пробуживает. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, разбей сон глаз твоих, о несчастный мертвец, поднимись, зноноги, а вось уразумеешь, что такое есть Христос, свет мира. Друг. Разве единый прах и смерть? Огня истребить не можем, не спорю. Но что самим нам делать без огня? Какая польза нам в том, что имеем в себе плоть и кровь? Знай, что ей должно опуститься выстыление. В то время погибать ли нам без конца? И мы не иное что, разве мечта, сон, смерть и суета? О, премногобедственное ж наше состояние, если все на все одно только есть тленные безвечности. Если кроме явного ничего не имеется в нем тайного, в чем бы существо наше, как на твердом основании держалось, если всяческая суть суета и всяк человек живущий. Подлинно ж теперь, если так сильное твое царство, о горькая смерть, непобедимая твоя победа, о ад, кто или что может противиться тленным вашим законам, все в прах без остатка обращающим. Ах, беда, погибель, болезнь, горесть, язык, смятеж, слышите ли, понимаете ли, какой сие есть язык? Памва. Господи, избави душу мою от уст неправедных, от языка непреподобного, от человека неправедного. Язык их есть меч острый, гроб открытый. Друг, вот точный яд аспидов, жало греховное, язык змеин, низводящий Адама в труды болезнь. Что ты нам нашептал, о древняя злоба и прелесть? Для чего ты очень высоко возносишь умирающую мертвость, и стареющуюся старость, и тлеющую тень? Одна лишь смерть царствует, и нету живота, лесть одна без правды, и злоба без благости, и старость без юности, и тьма без Бога, и потоп без суши. Да запретит же тебе, Господь, о потопный язык, реку вода лживых и сблевающий, потопляющий матери сиона младенцев, покрывающий мраком и облаком черным, низводящий в Ад от Господа, на Которого клевещешь с гордостью, уничтожая Его царство и правду, юность и вечность, новую землю и живой род. Слушай же, без глухой язык немой пустой, по ней же не признаешь пребывание Господня, исповедуя, что одна только смерть везде владеет, низводя все на все в ад истеление, того ради знай, что новый нетленный человек не только попрет тлены твоей законной, но совсем вооружен местью, до конца тебя разрушит, низвергнет с престола твоего, сделав тебя из головы ничтожным ошибом. Памва, слушай, Памва, зачем ты молчишь? Ведай, что ты уже познал? Путь твой не шепчет в твоем сердце, а не имев злой язык. Разве опять ожил? Разве опять болезнь грешного языка в утробе твоей обновилась? Опять колет меч душу твою? Видно, что для того молчишь, а не имев и смирившись? Не говоришь доброго, не вопрошаешь о мире Иерусалима. Памва, я давно уже тайный сей язык проклинаю в сердце моем. Друг, ну для чего явно не поешь? Если действительно научился псалму Давидову, для чего с Исаию, возлюбленному твоему, песни через весь день не простираешь? Если дал тебе Господь новые уста, зачем с Иеремией не говоришь? И отверстия уста мои к тому не затворятся. Если согрелось сердце твое в тебе, должен ты по учении твоем раздувать венчающий воскресенье искру, пока возгорится ярость блаженного сего пламени, и поест всю себе сопротивную тлень, пока наполнится огненная река Божия, потопляющая нечестивых. Согретое сердце есть огненный дух и святой язык, новой на небесе и на земле поющей чудо воскресенья. Не видишь ли, что во всех ветхое сердце земной язык? Все боязливы, печальны, несыты, отчаянны, лишенные небесного параклитового утешения. Сколь же напротив того мало тех, о коих сказано, на стенах твоих Иерусалим представил стражи день и ночь, которые не перестанут поминать Господа. Мало сынов амосовых для утешения людей Божиих, немного авакумов, стоящих на божественной страже. О всех можно сказать, мертв с мертвым твоим сердцем, железо пройдет душу твою, сидишь во тьме, лежишь в гробу. О божественная искра, зерно горчично и пшенично, семя Аврамова, сын Давидов, Христос и Иисус, небесный новый человек, глава и сердце и свет всей твари, пункт вселенной, сила, законы, царство мира, десница Божия, воскресенье наше, когда тебя уразумеем. Ты истинный человек из истинной плоти, но мы не знаем такого человека, о котором знаем, что все умирают, ах, истинный человек никогда не умирает. Так видно, что мы никогда истинного не видывали человека, о которых знаем у тех руки и ноги, но все тело в прах обращается. Но что свидетельствует камень Священного Писания? Не отемнеет, говорит, очи его, и не истлеет уста его. Но где такой человек? Мы его никогда не видели и не знаем, не разумеем ни очей, ни ушей, ни языка. Все то, что только знаем, на сие не похоже. Тут говорится о бессмертном человеке и нетленном теле, а мы одну грязь посели. И ничего такого не видим, чтобы не было непорщено. И так, сидя в грязи и на нее надеясь, подобными ей сами и сделались. Очи имеем те, которыми ничего не видим, и ноги ходить немогущие. И таковые же руки, лишенные сязания, и язык, и уши такого же сложения. Вот как хорошо разумеем, что такое есть человек. Кто ж из воскресших не скажет, что мы тень смертная, что мы не прах ветром колеблемый? Может ли нечувственная земля признавать невидимого? Павла. Скажи лучше подавидовому, исповедуется ли тебе персть? Брение и вода, мимо текущая, есть естеством своим всякая плоть, из стихи составленная, ров страданий и глубина тьмы. Спаси меня, вопиедавид, от брения, пусть не утону и отвод многих и глубоких, но мертвый восхвалит тебя. Друг. От всего, что брение изводит нас помянутая царская дочь Давидова, чистейшая голубица и прекраснейшая дева, одев нас не бренными, но позлощенными и в междурамии и посребленными духом Божьим крыльями, сими окрылотев, возлетаем с Давидом и почиваем, бросив земного Адама с его хлебом, болезни перелетаем с сердцем к человеку Павлову, к невидимому небесному, к нашему миру, не заморяй леса, не выше облаков, не в другие места века. Единый он есть вовеки, но проницаем в самый центр сердца нашего и души нашей, имену все бренные потопные мысли, со всей крайней внешностью плоти нашей, оставив всю бурю и мрак под ногами его, восходим через упомянутые лестницы высокий восход и исход к животу. И главе нашей. К истинному человеку, нерукотворенную скинию, и к его нетленной и причистой плоти, которой земная наша храмина, слабая тень и вид, есть в рассуждении истинной, сопряженной во единую ипостась, без слития естеств Божьего и тленного. Сей то есть истинный человек, предвечному своему Отцу, ему существом и силой равен, единый во всех нас и во всяком целый, его же царствию нет конца. Сего-то человека, если кто уразумел, тот и возлюбил, и сам взаимно любезным сделался, и одно с ним есть, как прилепившееся бренью, и сам есть землею, и в землю возвращается, опознавший нетленного и истинного человека не умирает, и смерть им не обладает, но со своим господином верный слуга вечно царствует, раздевшись, как из обветшалой ридзы, из земной плоти, надев новую, сообразно его плоти плоть, и не уснет, но изменяется, приняв вместо земных рук нетленные, вместо скотских ушей, отчей, языка и прочих всех членов истинные, сокровенные в Боге, как Исаия говорит, «Се, спаситель твой, придет, имея с собой мзду или награждение, воздавая вместо железа серебро, вместо меди злата, полагая на основание твой камень сапфир, то есть небесную нерукотворенную храмину, да будет Бог всяческой во всем твоем, а не мертвая земля и брение, кто ли охотник к всему истинному животу, к всем блаженным дням, сейчас, друг, как молния дастся тебе, удержи только язык твой от зла и уста твои, о злой язык, о глава змеина, начало горестных дней, всех из рай выводишь, всех в бездну потопляешь, кто даст на сердце наши раны и на помышления наше наказание при мудрости, а иначе нельзя нам долой не упасть, к тебе прибегаем, о горовожие, купина неопалимая, свечник золотой, святая святых, ковчег завета, дева чистая, и по рождестве твоем ты одна и рождаешь, и чудевствуешь, твое единое святейшее семя, един сын твой, умерший по внешности, а с ним самым воскресший воцарившийся, может стреть главу змееву, язык поносящий Господа. Антон, если священное писание, есть сладкие гусли божие, не худо, если б кто нашу компанию повеселил, поиграв на всем инструменте хоть немножко. Лука, я всем согласен с Антоном, и всего ж прошу. Квадрат, не поврежу и я вашего доброго согласия, и о том же прошу. Друг, слышишь ли, Памва, принимайся за гусли, ты долго учился Давидовой песни, за десять лет можно приучиться хоть мало. Памва, ах, что мне в жизни приятнее, как петь возлюбленному моему человеку. Не боюсь я, чтоб не поразить голосов, страшит меня сын Сирахов всеми словами. Скажи старейшина, и не во взбрани музыки. Друг, пой его спой, не бойся, будь уверен, что сладкой ему будет беседа наша. Памва, но что ее преусладит, если я не искусен? Друг, что преусладит, то, что делает приятным отцу младодетного сыночка неправильное болтание в речи или худой играни на арфе. Разве ты позабыл, что искусство во всех священных инструментах, тайнах, не стоит и полушки без любви? Не слышишь ли Давида? Возлюбите Господа, а потом что? И исповедайте, хвалите и превозносите. Любление Господа есть преславная глава при мудрости. Какая же нужда, впрочем, пой дерезновенно. Но как в светской музыке один тон без мудрого согласного не может показать фундамента, а при общении третьего голоса совершенную делает музыку, которая состоит вся в троих голосах между собой согласных, так точно и в Давидовых гуслях одна струна сомнительна, если ее с другим стихом не согласить. А при троих же свидетелях совершенно всякое слово утверждается. Воскликнем же, Господи, в гуслях, вооружимся согласием против проклятого языка, врага божественному нашему человеку. Авось, по крайней мере, из нашей компании выгоним сего нечистого духа. застройщик, encias, угориin… «Да,